Привет! Вообще, чтобы подключить беспроводные наушники по Bluetooth к компьютеру на нем, на компьютере, тоже должен быть Bluetooth. Но есть также вариант, как, минуя Bluetooth на компьютере, используя Bluetooth на телефоне, подключить все-таки Bluetooth наушники к компьютеру, не имея на ПК-блютуза. Короче говоря, слишком много раз я повторяю слово Bluetooth. Проще говоря, подключить беспроводные наушники по Bluetooth к компьютеру можно. Но понадобится телефон, который будет посредником, на котором Bluetooth, конечно же, есть. Для реализации этого плана нам также понадобится Wi-Fi. Если роутер у вас стоит, отлично. можно опробовать. На Android смартфон из Play Market устанавливаем программку Soundfire. Free версию ее вполне хватит. Установили, запустили, пока что не трогаем, оставляем как есть, адрес сервера мы узнаем чуть позже. На свой компьютер устанавливаем одноименную программку Soundfire. Скачать ее можно с официального сайта, есть версия для Минды и для Linux. После установки и запуска программы тут одно окно и никаких настроек делать не нужно. Надо взять вот этот адрес сервера у вас, он скорее всего будет другой и вбить этот адрес в телефон. Вот это поле, где я говорил, что адрес сервера узнаем чуточку позже. Теперь мы его знаем. Вбили, жмем ОК и смотрите, мы переключаемся на компьютер и у нас в программке тут же статус с дисконнект сменился на коннект, то есть подключено. Я включаю на компе музыку и уже слышу ее на телефоне. Остается включить блютуз на телефоне в настройках, включить наушники беспроводные и подконнектить их к телефону. Теперь звук в наушниках, который теоретически идет с компьютера. Таким образом мы подключили беспроводные блютуз наушники к компьютеру. Мораль всего варианта следующая. Мы, используя специальные программы, раздаем звук с компьютера на телефон с помощью Wi-Fi. Естественно, к Wi-Fi сети компьютер и телефон должны быть подключены к одной и той же. Дальше полученный здесь звук передаем с телефона на наушники по блютуз. Но при этом стоит учитывать два момента. Звук на компьютере все равно остается. Он дублируется на наушники посредством телефона, но в колонках тоже играет. Он не отключается, как это происходит, если подключить проводные наушники компу. Поэтому просто звук для колонок выкручиваем на ноль, а для наушников регулируем с помощью телефона или кнопок на самих наушниках, если они есть. Второй момент. Есть задержка. Для просмотра фильма и ютуба, может быть, сойдет, но для игр не уверен. Скорее всего, будет некомфортно. Я не знаю, сколько этот способ будет жить, точнее программы, описанные в этом видео. Потому что разработчик может свернуть лавочку и в любой момент закрыть сайт, перестать поддерживать программы. От этого никто не застрахован. На момент записи этого видео в феврале 2020 года все стабильно работает. Если вы смотрите это видео году в 2025, то отпишите в комментах, как оно там в 2025. Плойка 5 уже, наверное, не та. Уже, наверное, надоело. А у нас она еще даже не вышла. Еще не видели даже. А вы там, наверное, уже в GTA 6 катаете, да? Уже все эксклюзивы на пока вышли, да? Повезло вам. Описанный мною план не вечный, поэтому я хочу вам рассказать более надежный способ, как подключить беспроводные Bluetooth наушники к компьютеру, да и вообще любые Bluetooth устройства, будь то Bluetooth колонка, мышка и так далее. И этот вариант будет жить вечно, даже в 2025 году. В других своих видео я этот способ уже рассказывал, но и здесь не поленюсь, тоже расскажу. Итак, давайте коротко. Я хочу подключить беспроводные Bluetooth наушники к компьютеру, но Bluetooth на компьютере нет. Что делать? Нужно добавить, установить на компьютер современный Bluetooth, желательно версии 5.0. Делается это путем подключения дополнительного аксессуара к системному блоку. Это Bluetooth адаптер версии 4.0 или выше. Вставляем Bluetooth адаптер в любой USB порсового компьютера, ожидаем пока Windows установит драйвера и пользуемся. Если драйвера не установились автоматом, то скачиваем в интернете или используем комплектный драйвер с диском. Я когда покупал один из таких адаптеров, диск шел в комплекте. В Windows 10 нужно открыть пуск, далее параметры, здесь открываем раздел устройства. Bluetooth должен быть включен, если нет, то включаем. И теперь, чтобы подключить наушники, используем кнопку добавления Bluetooth или другого устройства, чтобы выполнить сопряжение. Обычно на наушниках нужно зажать кнопку включения и держать до тех пор, пока они не включатся. И после этого тоже продолжать держать после включения до тех пор, пока не будет озвучена инфа у сопряжения. Теперь наушники в режиме обнаружения. Жмем первый пункт Bluetooth, чтобы выполнить поиск и подключаемся к ушам, когда они будут найдены. Комп к наушникам подключен и теперь звук будет идти с них. Если все равно идет с колонок, то нужно классно по значку громкости и открыть здесь менюшку открыть параметры громкости. Вот здесь вот, среди устройств для вывода звука нам нужно выбрать свои наушники. Это мы сейчас использовали стандартную встроенную в виду программку для работы с Bluetooth устройствами, но можно также использовать, установить стороннюю. Среди них самые популярные две, это Bluetooth Stackby Toshiba и Blue Soil. Да, страшное название. Программы платные, ссылки на пиратские программы не оставляю. Если сами не можете найти, то welcome в нашу группу в ВК, там постараемся помочь. Принцип тот же, находим наушники и выполняем сопряжение. При повторном подключении устройство компьютера будет уже непроизвестно, а значит подключаться будет автоматом при включении наушников и если Bluetooth на компьютере включен и переходник встален. Ну, чаще именно так, а вообще бывает, что и не подключается устройство, и приходится удалять и делать новое сопряжение. Такое бывает, потому что технология сама Bluetooth, она не идеальна, несмотря на то, что ей уже лет и лет, лет 20, а работает иногда как будто бы в бета-версии. Что касается этих вот самых Bluetooth адаптеров, где их купить и какие именно выбрать. У меня два адаптера версии 4.0. Первый китайский, такой вот Nooname за пару баксов я его брал. Второй брендовый от Ugreen, стоил немножко дороже, но при этом они оба работают нормально, но дистанция действия у Ugreen все-таки лучше. Помню, когда я только купил Ugreen, я сравнивал с этим китайским, и у меня вот при подключении к китайскому звук наушникам начинал заикаться, когда я выходил из комнаты, а с Ugreen такого не было. Связь держит лучше. К тому же, в случае с Ugreen здесь и упаковка посолиднее, инструкция в комплекте, диск с драйвером и программы. То есть, ну полноценный такой набор. Если бы я сейчас вот покупал свой первый адаптер, то я однозначно брал бы Ugreen. Он не настолько прям уж дороже, чтобы не выбрать его. На данный момент я использую адаптеры для подключения наушников и геймпадов DualShock. Все хорошо коннектится и работает. Сейчас я вот на Алиэкспресс уже нашел новый адаптер версии 5.0. Не знаю, насколько они реально 5.0 или там может просто с надписью 5.0. Я заказал себе, жду, на тест парочку взял. Как приедут новые видео, обязательно сделаю. Производителей Ugreen таких версий 5.0 пока что не выпускает. По крайней мере, я у них в магазине не нашел. Поэтому у меня вот и сомнения по поводу этих, которые я заказал. Они еще, так сказать, не от непроверенного производителя. В любом случае, ссылки оставлю в описании. Выбор делаете сами. Надеюсь, видео было полезно. Если что, поставь лайк. Пока.